Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как решать, раскладывать многочлены на множители с использованием вот этой формулы. И не просто мы используем формулу квадрата суммы и квадрата разности, но еще с вынесением чего-то за скобку. Итак, рассмотрим первый пример. 5а квадрат плюс 10а b и плюс 5b квадрат. Что вы должны увидеть? Вы должны увидеть, что все коэффициенты делятся на 5. Выносим 5 за скобку. В скобке остается а квадрат плюс 2а b и плюс b квадрат. Каким образом получилось? Все коэффициенты поделили на 5. И теперь мы уже спокойно с вами видим нашу формулу. Пятерочку переписываем и сворачиваем а плюс b в скобках квадрат. Но это был простой случай. Теперь давайте рассмотрим немножко посложнее. ах квадрат минус 4а х и плюс 4а. Надо увидеть то число, которое есть у всех трех слагаемых. Это буква а. Значит, мы а выносим за скобку. Что останется, если тут нет а, остается х квадрат минус, тут убрали а, 4х и еще плюс 4. Теперь мы понимаем, что у нас формула. Но для того, чтобы она выглядела как формула, мы должны ее немного преобразовать. Итак, а переписываем. х квадрат нас тоже устраивает минус удвоенное произведение. Значит, должна быть двойка, которая умножается, как вы думаете, на сколько? 4 это дважды 2, да? 2 умножаем на 2х. И плюс 4 это 2 в квадрате. Вот теперь у нас с вами есть формула. Итак, а переписываем. Первое число х. Потом мы берем знак минус. И последнее, поскольку 2 в квадрате, то мы отнимаем 2 и ставим квадрат. Давайте решим еще один подобный пример. х в кубе прибавить 2х в квадрат и плюс х. В данном случае очень трудно увидеть, что вынести за скобку. Это число х. Потому что здесь х в кубе, х в квадрате и меньшая степень х. Мы всегда выносим меньшую степень. Итак, х вынесли, скобки осталось. Было 3х, 1х вынесли, осталось х квадрат. Было 2х квадрат, забрали х, плюс 2х. И плюс х поделить на х, это 1. Пустого места не бывает. Единица остается. Если вам трудно это увидеть, поставьте вот так единицу. Значит, теперь это уже формула. Поскольку мы уже твердо уверены, что здесь должна быть формула в этой теме, то мы смотрим, что получается в скобке. Первое число в квадрате это х. Последнее число это 1. И ставим квадрат. Обратите внимание, как считаются знаки. Вот если перед удвоенным произведением стоит плюс, то значит в скобках будет плюс 1. Если перед удвоенным минус, то значит в скобке будет минус. И еще один более сложный пример. Минус 6а квадрат, плюс 12а b и минус 6b квадрат. Значит, вот теперь обратите внимание, что не очень хорошо идет спереди знак минус. Так вот, как бы это ни было тяжело, вы этот минус должны вынести. Минус. Теперь все коэффициенты делятся на 6. Здесь остается а квадрат. Когда мы 12 плюс 12 поделим на минус 6, получится минус 2а b. И последнее, минус 6 делим на минус 6, плюс, можно писать 1, можно не писать, потому что у нас здесь есть b квадрат. А это уже формула. Минус 6 на скобку а минус b, все это в квадрате. Надеюсь, урок вам был чем-то полезен. Спасибо за внимание.